Один из самых больших страхов и один из самых популярных вопросов при переезде в Испанию связан с работой и с тем, как не потерять свою квалификацию и продолжить заниматься любимым делом в новой стране. Об этом и будет сегодняшнее видео, название которого – «Амалогация диплома в Испании». Ну и, конечно же, для того, чтобы поговорить об амалогации диплома в Испании, нужно найти людей, которые знают об этом все на личном опыте. И поэтому сегодня я представляю вам Анну Бурлаченко, специалиста по амалогации диплома в компании «Алегрия». Привет, Аня. И Юрия, моего знакомого, который приехал в Испанию и в этом году амалогировал собственноручно свой диплом. Привет, Юра. Добрый день. Аня, расскажи, пожалуйста, что же такое амалогация диплома, для чего она нужна и как это работает? Амалогация диплома на территории Испании является признанием вашего диплома из вашей страны на территорию Испании. Термин амалогация в Испании применяется к определенным специальностям, так называемые регулируемые специальности. К ним относятся, например, врачи, также учителя к ним относятся. Можно сказать, что это архитекторы и юристы. Ну, как будто они не очень правильно. Юрий, например, врач, то есть он относится именно к этим управляемым профессиям, которые нуждаются в амалогировании именно в этом процессе. В чем же заключается процесс? Это не просто перевод, да? То есть это не просто перевести диплом? Это не просто перевести диплом, это определенная организация, Министерство здравоохранения рассматривает ваш диплом и говорит о том, что да, вы на таких же правах, как на родине, можете осуществлять свою работу по специальности на территории Испании. Помимо амалогации, я знаю, что есть другие процессы, которые также для того, чтобы признать какие-то виды образования, применяются. Правда это? Да. Или просто только амалогация? Нет, есть еще процесс эквиваленции, так называемая. Она относится ко всем профессиям, которые являются нерегулируемыми. Это финансисты, это, не знаю, сектор туристический, например. То есть это другой процесс, который тоже позволяет потом по этим документам осуществлять легальную трудовую деятельность? Да. Давай спросим у Юи, как он готовился к амалогации? Скажи, пожалуйста, самые первые твои шаги перед тем, как ты приступил к амалогации? Делал ли ты что-то до того, как ты начал этим заниматься? Что бы ты советовал людям вообще, с чего начать? Самое первое, что необходимо сделать, это апостелировать все свои документы, полученные в России, потому что здесь, на территории Испании, принимаются только с русским апостелем. И перевести обязательно у присяжного переводчика. Все абсолютно, то есть там паспорт, дипломы, какие документы? Апостель ставить обязательно на документы, на справки с места работы и на дипломы образования. А паспорт нет, нет, нет. Хорошо. Язык, ты учил отдельно язык перед тем, как подавать на... Нет, когда подавали на диплом, языка у меня не было, в это время проходил обучение. То есть на момент подачи диплома у меня не было с данного экзамена. Но он необходим или нет? Обязательно он необходим. И через год у меня запросили из министерства, запросили справку о с данным экзамене, дали на уровень B2. Давай спросим, Аня. Аня, скажи, пожалуйста, когда нужен этот daily? То есть его нужно сразу получать или его можно потом получить? Можно подавать документы без daily. Но есть один момент, который нужно учитывать. Я советую подавать документы тогда, когда ты знаешь уже дату экзамена на язык, и уже предполагаешь, что ты получишь диплом в течение трех месяцев, предположим. То есть нужно рассчитать? Да, потому что если вы подаете документы без daily, обязательно вас допросят. То есть у вас есть от 8 месяцев до года на то, чтобы донести. Если вы не успеваете в это время донести документ, то дело отправляется в архив, и вам нужно опять заново подавать документы. Понятно. То есть нужно успеть? Нужно успеть обязательно, да. Отлично. И причем чем раньше донести, тем лучше, потому что процесс очень удлиняется за счет этого, потому что есть несколько этапов прохождения данного процесса, амалагации. И до того, как у вас не будет полного пакета документов, никуда дело дальше не пойдет. И сейчас мы более подробно поговорим о том, какие же этапы в процессе амалагации существуют и в чем они заключаются. Ну и, наверное, самый важный этап – это подготовка документов, самый первый. Скажи, пожалуйста, Тань, какой перечень документов нужно собрать и какие они должны быть? Для подачи на амалагацию, если мы говорим о врачах, для подачи на амалагацию вам понадобится диплом, приложение к диплому с апостелем и с переводом. Обязательно официальный перевод. Его можно производить или у переводчика официального на территории Испании, или в консульстве. Перевод нотариальный не подходит. Вам его вернут, можете не тратить деньги. Также понадобится заявление заполненное, оплата пошлины, которая составляет 163 евро. Также иногда запрашивают программу, но в последнее время уже не так. Что такое программа? Программа обучения. Программа обучения, то есть перечень предметов, которые человек изучал в процессе обучения. Да, и количество часов по данным предметам. Программа не требует официального перевода. Программа требует перевода, но простого вы можете сами его перевести или попросить у знакомых, которые раньше подавались. Также еще один нюанс. Если вы заканчивали университет за 6 лет до подачи на малагацию диплома, вам необходимо предоставить справку с места работы, также с апостелем и официальным переводом. То есть вот такой список документов. Звучит, в общем-то, несложно. Скажи, пожалуйста, ты знал? Еще один момент, я извиняюсь. Да, говори. Также в последнее время запрашивают справку о количестве часов, о перечне предметов, где будет собрана информация по предметам, по количеству часов, которые были по этим предметам, и по оценкам по каждому предмету. То есть такая детализация. Дополнительная справка, которая тоже требует апостеля и официального перевода. То есть эти документы нужно собрать сразу и единовременно подать? Желательно. Желательно, да. Желательно сразу подать, потому что, опять же, если вы не доносите какой-то документ, то процесс амалогации удлиняется. Также Дели. Забыли про Дели. Это официальный сертификат, который говорит о том, что вы владеете достаточным уровнем языка для работы врачом. Сертификат Дели, как уже упоминалось, можно подавать не сразу, но учитывать вот эти промежутки, которые важны для данного процесса. Юж, скажи, пожалуйста, ты подал документы сразу все, или у тебя были какие-то нюансы связаны с тем, что, может быть, что-то потом ты там подавал, или о чем-то ты не знал? Нет, на момент подачи я подал только апостелированный и переведенный диплом, и паспорт, и оплаченный госпошлик. На момент подачи, как я говорил, не было у меня экзамена Дели. И на тот момент мы не знали, что справку с места работы необходимо тоже апостелировать. Поэтому пришлось заказывать новую справку, вставить апостиль, и потом, опять же, переводить у присяжного переводчика и доносить. То есть это тот случай, про который сказала Аня, что прошло 6 лет после окончания вуза, и поэтому нужно предоставить справку с места работы. Будьте внимательны, если вы закончили вуз, и прошло уже 6 лет, обязательно нужно это предоставить, тоже переведенное. И получается, что ты потом с опозданием это все добавил. Да, через год у меня официально запросили из министерства эти справки, и справку о знании языка, и справку с места работы или учебы. То есть то, что не было большого промежутка после окончания университета. Когда, например, если вы будете подавать документы для апостиля с Аней, то вы, скорее всего, конечно же, избежите, сможете избежать некоторых таких проблем, поскольку вам сразу будет ваша конкретная ситуация более ясна, да, и вы сразу, в общем, расскажи, чем ты занимаешься, как ты людям помогаешь. То есть ты делаешь из конкретного каждого случая, да, там сразу рассматриваешь, что нужно предоставить. Мы рассматриваем каждый случай, консультируем по поводу, опять же, документов, которые необходимо предоставить в каждом конкретном случае, потому что бывают случаи разные. И стараемся все-таки предоставить сразу полный пакет документов за исключением Дели, потому что, опять же, это можно, чтобы не терять время, да, чтобы не терять время на ожидание Дели, мы все-таки предоставляем, подаем документы без Дели, но стараемся вот учесть вот этот промежуток, который... Скажи, пожалуйста, в основном люди каких профессий приходят к тебе и подаются? Ой, разные. Разные. То есть это не только врачи. Очень много врачей, стоматологи приходят, но со стоматологами чуть-чуть сложнее, потому что программа России, например, Украины, не совсем соответствует программе Испании. Поэтому чаще всего, в 90% случаев, стоматологам приходится досдавать какие-то определенные предметы. То есть такая опция тоже есть? Да, конечно. Также занимаемся эквиваленциями диплома. Это, как я сказала, уже финансистов очень много, секретартуизма очень много. Административные какие-то специальности. То есть довольно-таки такой широкий спектр? Да. Нельзя сказать, что только врачи или там только адвокаты? Ага. Единственная проблема это с юристами и с архитекторами. Потому что недавно поменялся процесс амологации, эквиваленции, вообще признание дипломов архитекторов и юристов. И там намного все сложнее. Потому что сейчас не делают, не проводят амологацию диплома, не признают диплом архитектора или юриста на территории Испании. Обязательно нужно доучиваться. А если мы говорим о юристах или адвокатах, то надо доучиваться вдвойне, сдавать экзамены, то есть проходить мастер обязательно. Мастер это у нас как диплом, да? Мастер это после дипломной образования. Ага. Понятно. Юр, скажи, пожалуйста, ты вот амологировал диплом, а как обстоят дела с работой? Ты работаешь, собираешься работать, нашел работу? Дело в том, что только амологации и диплома недостаточно для работы на территории Испании. Для этого обязательно необходимо еще вступить в коллегию врачей. О! И чтобы работать по специальности, по узкой специальности, нужно обязательно сдавать экзамен МИР. Большой экзамен по всей медицине. То есть внимание врачи, которые собираются амологироваться и работать, мотайте на ус. Еще необходимы вот такие серьезные условия, как экзамен и членство в, как это называется, палат врачей, коллегия врачей. Подтверждаешь? Подтверждаю. После амологации у вас есть право на работу, но вы имеете право работать или терапевтом, или семейным врачом, или в неотложной помощи, только в поликлинике. Если вы хотите работать в госпитале, вам уже нужно будет поступать в МИР. Это как координатура на территории России и Украины. После удачной сдачи МИР можно выбирать специальность и работать уже по специальности в госпитале. Также по поводу коллеги, хочу подтвердить, что нужно обязательно получить коллегиальный номер. Без него вы не имеете права работать. Для того, чтобы получить коллегиальный номер, к тем документам, которые вы подавали на амологацию, еще вам понадобится справка о несудимости, также с апостилем и переводом, официальным переводчиком. И также сертификат о хорошей практике, так скажем, то есть, что у вас нет судимости в медицине, вы ничего не натворили в медицине, то есть, что в практике у вас не было никаких случаев судебных разбирательств. Также понадобится апостиль и официальный перевод. То есть, без всего этого только в поликлинике? Да. Вот такая вот интересная информация. Ну, а пока Юрий ушел готовиться к экзамену МИР, я у тебя поинтересуюсь. Скажи, пожалуйста, для всех ли видов образования существует амологация в Испании? То есть, это правда, что можно амологировать и не только диплом, но и, например, после колледжа, после техникума дипломы, то есть, какие документы образования? Да, не можно, а нужно амологировать все дипломы и о среднем образовании, и техникумы, и высшее образование. Все нужно амологировать. Для того, чтобы поступить, например, в университет, необходимо амологировать диплом об окончании школы, то есть, об 11 классах. Аттестат это называется. Аттестат, да. Который дает возможность, скажем так, поступать в университет. Без него никуда не будет. А, то есть, можно, например, приехать, амологировать аттестат и попробовать поступить в университет испанский? Да, точно. Поступать, не пробовать, нужно поступать, конечно. То есть, таким образом получается, что практически любой документ в образовании может быть признан Испанией? Да. И на основании этого документа можно либо продолжать дальше обучение, либо осуществлять уже рабочую деятельность трудовую. Скажи, пожалуйста, есть ли различия для жителей разных стран СНГ? То есть, если человек из Украины там... Требования одинаковые. А, то есть, для всех жителей СНГ, да? Для всех жителей СНГ требования одинаковые, да, для амологации. То есть, неважно совершенно, где вы живете, в России, в Украине или в Казахстане, требования будут абсолютно одинаковые для амологации. Ну что ж, надеюсь, наше видео будет вам полезным. И сейчас я спрошу у ребят, какие бы они дали вам рекомендации и личные пожелания, если вы заинтересованы в процессе амологации. Юти, что бы ты пожелал людям, которые хотят амологировать свои дипломы и жить в Испании, и работать по профессии? Самое главное, нужно подойти серьезно к сбору документов, всей документации и сертификации, особенно языкового языка. То есть, дать язык и правильно, и в короткие сроки собрать документы. Аня, что бы ты пожелала нашим? А я бы пожелала не сомневаться, все-таки идти к своей цели, обязательно поддаваться, если вы этого хотите. Не бойтесь, все получится. И, конечно же, обращайтесь в компанию Алегрия к Ане, которая поможет вам организовать процесс сбора и подачи документов для амологации диплома. Что ж, всего вам хорошего, удачи и счастливо. До встречи в Испании. Пока.